Добрый вечер, это громадская на русском. Как всегда, мы выходим по вторникам в 6 часов по киевскому времени. Юрий Мацарский и Ксения Туркова в студии. У нас сегодня несколько тем. Как всегда, мы будем говорить, во-первых, о медвежьей войне, о медвежьей блокаде или о войне фур. Уже много словосочетаний появилось. Во-вторых, о сирийских беженцах в Украине. И закончим всё таким интересным проектом. Поговорим о перспективах перехода казахского алфавита на латиницу и обсудим, возможно ли такое в Украине. Ну, начнём мы с фур и ситуации с транзитом российских грузовиков. У нас сейчас в студии Роман Хмель, глава департамента автотранспорта Министерства инфраструктуры Украины. Добрый вечер. Добрый вечер. Но события как-то противоречиво развиваются. То сообщается о том, что Министерство инфраструктуры разрешает транзит грузового транспорта. Потом активисты, которые занимаются этой блокадой, говорят о том, что они всё-таки возобновляют блокирование. Каким образом вы взаимодействуете с теми, кто организует эту блокаду? У вас есть противоречия? На самом деле активисты начали останавливать фуры. И Министерство для того, чтобы урегулировать ситуацию, объяснить активистам, что в интересах Украины, что нет, ввело на две недели специальный режим «Еду домой». Пресса наявила транзитные разрешения, которые мы передали российской стороне, чтобы новые автомобили не заезжали. Потому что вы знаете, что Польша как раз в этот момент, и это было первопричиной этой блокады, закрыла границу для российских фур, чтобы выторговать себе условия привлекательные на этот год. Вот, соответственно, весь этот поток, который в 10 раз больше, чем идёт через Украину, пошёл через нас. Это создало пробки на западной границе. Наши перевозчики начали возмущаться. Местные, ну и пассажирские перевозки пострадали из-за того, что на границах были очереди на пропуск. Пункты наши пропуска не справлялись с этим объёмом. И возникла вот такая ситуация. Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, мы ввели мораторий на заезд новых фур российских. Ввели режим «еду домой», чтобы все автомобили, которые оказались заблокированы на российской территории, на украинской, смогли начать движение и вернуться домой, завершить рейсы. Ну а после 25 февраля, когда, в принципе, мы уже объяснили позицию и разложили по полочкам, что можно делать что нельзя, что Украине выгодно, что невыгодно, мы в полном объёме восстановили транзитное движение без ограничений. То есть сейчас российские фуры могут сюда приезжать, они едут, въезжая на восточную границу и спокойно выезжают с западной границы, и никто из активистов сейчас не препятствует этому движению? Это в национальных интересах Украины, чтобы транзитные потоки, которые движутся по нашей территории, не имели никаких препятствий. Так это вы говорите о том, как должно быть, с вашей точки зрения. А активисты это блокируют или нет? Большинство активистов разобрались в ситуации и прекратили блокаду. А меньшинство? У нас остаётся единственная политическая сила, партия «Свобода», которая последняя вышла на дороги, наверное, не успела сориентироваться и набрать пиар-очки вовремя. И сейчас она стоит в нескольких местах, выставила пикеты и продолжает пикетировать, протестовать. Это речь идёт о Закарпатской области, о западных областях? Нет, Закарпатская область уже остановила протесты. Речь идёт о Львовской области, о Житомирской области, сегодня Сумская область. В Сумской появился пикет. Они ловят прямо на трассе, я правильно понимаю? То есть активисты, в данном случае партии «Свободы», ловят прямо на трассе водителей фур с российскими номерами, и что они от них требуют? Развернуться и поехать домой? Да. Вот вы как всё-таки человек ответственный, скажите, пожалуйста, как в такой ситуации должен действовать водитель фуры? Он должен позвонить в полицию, он должен обратиться к местным властям, или он должен послушаться этих активистов и вернуться домой? Водитель должен вызвать полицию на место, и национальная полиция сейчас ориентирована на то, чтобы оперативно реагировать на такие инциденты. Полиция вызывает следственную группу, устанавливает личности тех, кто блокирует стратегические магистрали украинские, и дальше ведёт разъяснительные беседы, потому что продолжение блокирования стратегических трасс — это уголовная ответственность. И мы бы не хотели эту ситуацию переводить в плоскость уголовного преследования активистов. Они всё-таки борются за какие-то идеи, то ли из популистических побуждений, то ли из желания попиариться, то ли они действительно считают, что так лучше. Но они это позиционируют как патриотизм, что никаких контактов, никакой торговли с врагом. Действительно, но вот этот флогат «никакой торговли с врагом» — это дешёвый популизм. Я сам являюсь украинским националистом, но считаю, что в любом противостоянии нужно не заниматься тупым боксом, а нужно играть в шахматы, а ещё лучше в более сложные стратегические игры. — Вот мы работаем с Юрием ещё на радио, и мы там проводили опрос среди слушателей, мы спрашивали, что более патриотично — блокировать фуры или, наоборот, их пропускать, чтобы таким образом не нанести вреда украинской экономике и так далее. И аудитория разделилась ровно пополам, прямо ровно, вот тютелька в тютельку. — Такое очень редко в нашей практике происходит, когда вот действительно нельзя сказать, за кем. — Перевес. — Не то, что очевидный перевес, даже не очевидный. Вот ровно 50 на 50, да. — Вы знаете, потому что со всеми вещами, которые требуют экспертизы определённой, которые не очевидны и не на поверхности, нужно привлекать экспертов. Если вы приходите к доктору, говорите, у меня живот болит, вы же не будете проводить опрос общественного мнения, которые людей, которые собрались в приёмную у доктора, там, перитонит это, резать, или это простройство желудка. Вы спрашиваете доктора, или если вы не верите конкретному доктору, собираете консилиум, спрашиваете трёх разных. Точно так же в вопросе транзита и национальной стратегии противодействия агрессору. Нужно посчитать шаги, разложить это на составляющие с экспертами, и на самом деле с большинством активистов нам получилось это сделать. Просто партия «Свобода» не идёт на контакт, им неинтересно разговаривать, им неинтересно изучить суть вопроса, им интересно помахать флагами. У меня такое складывается впечатление. Потому что если вернуться к сути транзита и посчитать, какие последствия, то я вот уже много комментариев дал, статья и написал. Транзит по мировым международным соглашениям, которые мы подписали, должен быть свободным для всех стран. И мировое сообщество не обращает внимания на то, что у нас проблемы именно с российским транзитом и почему мы именно российские фуры останавливают. Они говорят, по международным правилам торговли все фуры должны ездить свободно. Вы нарушаете, у вас нет закона, вы Сомали. Мы с вами не будем иметь дела. А последствия этого уже намного больше. Давайте мы вернемся к тому моменту, который мы только что обсуждали, когда вы сообщили о том, что нужно вызывать полицию в ситуации, когда водитель фуры сталкивается вдруг с блокированием дороги. Тут появилась информация о том, что полиция обещает сопровождение водителям российских фур. Насколько я понимаю, по всей территории Украины даже озвучен некий официальный ценник на эту услугу, который составит около 40 или около 50 долларов. Как к этому относиться и действительно ли у полиции вдруг появился новый источник заработка? Вполне, кстати, легальный, если это правда. У национальной полиции есть стандартный сервис. Это сопровождение конвоев, сопровождение грузовых автомобилей. Когда перевозят запасные грузы, негабаритные грузы, всегда идет сопровождение вот этими специализированными машинами. Поэтому у национальной полиции есть специализированные подразделения, которые этим занимаются. Есть расценки на эти услуги и есть порядок оказания таких услуг. Соответственно, в этой ситуации для обеспечения безопасности правительство Украины обязало национальную полицию на добровольной основе, если перевозчики российские обращаются к ним за оказанием такой услуги, предоставлять такие услуги. В принципе, тут правительство могло бы ничего и не говорить. Это было сделано для того, чтобы просто официально российским перевозчикам уведомить их о том, что такая услуга есть. Если бы они обращались к национальной полиции, она бы предоставляла этот сервис на стандартных услугах. А скажите, а как на фоне... Это не обязательная услуга, и, я думаю, необходимость в этом временная. И основная задача – это обеспечить безопасность водителя, машины, груза, чтобы не допустить каких-то более серьезных инцидентов, которые повлекут уже очень серьезную международную реакцию. Как на этом фоне, на фоне такой войны такой торговой Украины и России чувствует себя Белоруссия? Прекрасно. И все лучше и лучше? И все лучше и лучше. Потому что в этой ситуации вы должны понять, что произошло, и как Украина могла бы выиграть. Когда поляки остановили транзит временно, договариваясь, потоки пошли через нас. Если бы мы справились с этими потоками, мы бы заработали дополнительные деньги и получили бы, укрепили свою репутацию как надежного транзитера, у которого развита инфраструктура. Мы вместо этого заблокировали транзит. К нам возникли вопросы у всех стран Евросоюза, у которых застряли грузы на нашей территории. Уже оплаченные, насколько я понимаю, Евросоюзом. Уже купленные Евросоюзом, которые везлись там и из Китая, и из стран Азии, и туда. Многие из них скоропортящиеся, которые испортились за то время, пока стояли на нашей территории. То есть бизнес понес убытки, и это европейский бизнес. Заблуждение в том, что транзит это национальный бизнес. Это может быть логистическая компания российская, зарегистрирована в России для удобства, но ею владеет европейская компания материнская. Фуры с российскими номерами, за рулем могут быть европейцы, и так и есть. То есть получается, что с вашей точки зрения блокирование фур это эгоистично? Ну, это для Украины катастрофическая ситуация. Потому что мы транзитное государство, у нас огромная часть экономики зависит от транзита. Потому что как только мы блокируем фуры, после этого идет железная дорога, по которой везут тоже транзитом разные страны грузы. В 5-10 раз больше объем, чем автомобильным транспортом. Что происходит? Поскольку у нас в стране возникла нестабильность, грузы страхуются страховыми компаниями. Страховые компании, увидев, что в Украине риск потери груза, простое груза, подняли страховые тарифы. Знаете, какая у нас сейчас ситуация через 2 недели после начала этих событий? Через нас идут фуры и железные вагоны пустые в Европу, а обратно через нас уже не возвращаются. То есть теперь поставщики и транзитеры ищут новые пути в обход Украины? Да. Они идут обратно, если это в Россию или в Азию, они идут через Белоруссию. Кто выиграл? Внимание, вопрос. Также и белорусы. Они, поскольку Украина не пропустила дополнительные объемы транзита российского, они оказались в сильной позиции и выторговали для себя интересные условия, восстановили транзит. Теперь все идут через них. Выиграла вполне себе даже Белоруссия. Наши соседи. Белоруссия уже давно, мне кажется, от всего выигрывает и потирает руки. Когда мы говорим о транзитном потенциале, все государства вокруг нас конкуренты. Мы конкурируем за эти потоки. И мы себе просто выстрелили в колено этими действиями. То есть можно даже так поинсенуировать и сказать, что все эти блокады на руку как раз недругам Украины, недругам в том числе и нынешней украинской власти? Безусловно, потому что когда мы ударили по транзиту, мы ударили не по России. Вот в чем основное заблуждение. Если мы хотим ограничить торговлю с Россией, нужно обсуждать двухсторонние перевозки. Товары, которые мы покупаем в России, производства России, которые везутся к нам. И у нас уже есть список санкционных товаров, который запрещен к ввозу. Можно его расширить, можно вообще запретить покупать и ввозить российские товары. Но это нужно делать, просчитывая последствия на экспертном уровне. И кабинет министров тогда правительство принимает эти решения. А что с украинскими фурами, которых вроде бы тоже в ответ пытались запретить им движение по территории Российской Федерации? И разворачивали там были истории. Ну вот, учитывая то, что мы, наши перевозчики, ездят в Азию в пять раз интенсивнее, чем россияне через нас, то на их территории оказалось заблокировано тут же в пять раз больше автомобилей наших. То есть речь идет о тысячах машин, я правильно понимаю? Да, которые застряли в России и в странах Азии. А действительно, если блокирование все-таки будет продолжено, отдельные активисты его будут продолжать, то ВТО может наложить санкции на Киев? Безусловно. На самом деле, когда Россия ввела нам некоторые ограничения на транзит в Казахстан, вот сейчас у нас специальный режим, товары с территории Украины в Казахстан попадают по определенному маршруту с конвоем, в сопровождении российского конвоя. Только на одну страну они нам ввели такое ограничение, мы понимаем почему. Мы подали на них жалобу в ВТО. После этого, на самом деле, я думаю, что эти выступления могли быть инспирированы российской стороной, чтобы ослабить нашу позицию в ВТО в этом споре, потому что мы боремся за то, чтобы снять эти ограничения, которые они наложили. А на Украину уже тоже пожаловались в ВТО? Есть какие-то претензии выдвинуты? Формально, официально пока что нет, но нам позвонила Еврокомиссия, нам позвонили многие европейские компании, которые везли свои товары, либо у них начало что-то здесь портиться. И если они потеряли деньги, есть вероятность, что они выставят иски через какое-то время государству Украины. Которые уже, естественно, нельзя будет переадресовать ни Москве, ни партиям, которые организовывают блокаду. Спасибо большое за разговор, за комментарий. Роман Хмель был у нас в студии, глава департамента автотранспорта Министерства инфраструктуры Украины. И переходим к следующей теме, это громадская на русском.